Там есть уже кто привет у нас, да? Всё, мы начинаем тренировку, потому что планочку три раза в неделю я буду выполнять. Она обычно будет у нас в 20.00 на моей страничке, так что присоединяйтесь. Масе на комментарии вашу. Кстати, если ты хочешь совсем конкретно потренироваться, потренируйся с Масей, потому что 20 минут у меня длится планка, дальше у Масе будет резиночка там на попу туда-сюда. У меня всё будет для пресса. Но, у кого есть пупочная грыжа, диастаз, грыжа стены, лучше не делать. Либо на собственное усмотрение. Все поехали, все готовы, поехали растягиваются. Сначала надо потянуть, потому что смотрите. Все качая пресс, забывая, что спина берёт как минимум 50% нагрузки, иногда и 70%. Будем во время планки этого избегать. Но разогреваем спинку так вот. Зинка не гнущийся металл. Ты тролль. Я не тролль. Как я могу быть троллем? Ну как, вот так вот. Посмотрите, вообще никак. Дубовая у меня Зиночка. Деревянная женщина. Но я не жидкий металл. Дубинушка ты моя. Кто-нибудь там делает что-нибудь вместе с ним? Или со мной сидит? С тобой сидят. Ну все, я приступаю к планке. Давайте его. Господа извращаются. Давайте. Не делать ее с прямой спиной, потому что многие делают ее так, что и живот выпячивают. Планка делается вот так. Не сутулиться, но смысл в том, чтобы пресс сокращался в этот момент. Короче, все увидите. А вот домой я его сейчас ужин вкусный даю. Макароны сиром. Вечеринка будет, мам. Я уже отошла, друзья мои. Сейчас работаем в статике 30 секунд. Хотите увидеть его реакцию? Смотрите, сейчас будет реакция. Давай, остановите. Он сейчас среагирует. Смотрите. Смотрите, все готовы? Сейчас он как только встанет в планку. И сейчас мы, смотрите, друзья мои. А теперь объявляем. Мам! Мы в субботу с девочками встречаемся. С Наташей и Мариной. Мы, пока ты спал. А я? Что ты тоже можешь присутствовать. Но ты обычно не любишь такие вещи. Поехали 15 раз. Два. Три. Четыре. Абрикосики. Пять. Слушайте, смотрите. У меня как раз и есть сейчас. Сейчас я вам покажу. Восемь. Вы же гляньте. Девять. Прям в Зинкина попка. Наверное, розовую трусину. Видите? Один. Персик. Двенадцать. Розовый персик такой. Двенадцать. Четырадцать. Пятнадцать. Одно лицо, смотрите. Не, надо вот в этом. О, смотрите. Прям вот оно. Дырочка даже на том месте. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 А кто решил, что в субботу ты... А что ты будешь пить? Вода, лимон, я не знаю, что морковный сок? Почему сразу вода, лимон. А что? Ты сказал, ты больше не пьешь. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Мам, я не пью. Все. Мы Наташу провожаем. Это я могу Наташу проводить. Не, Наташу ты не можешь. 50 граммов рома выпить там. Бутылку шампанского на двоих. Но не надо пить вот так вот. Мам, вот так я больше не буду. Я домой приду и в носках. Ха-ха-ха-ха. Дальше уходим на планочку на боковую. По двадцать раз право-лево. В самом смысле, кто-то есть эту планку делает? Давайте, покажите какой-нибудь там знак. Есть кто-нибудь, кто делает эту планку? Ну, кто-нибудь там скажите. Я, я. Ну, напишите я. Я так не понимаю. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Да, есть, есть такие люди. Семь. Восемь. Девять. Есть, есть. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Поняли прикол, да? Тринадцать. Кстати, это очень трудно делать. Четырнадцать. Вот я вам клянусь, это очень трудно. Двенадцать. Даже персик вам скажет. Видите, он у меня даже мягенький смысл. Двенадцать. Восемнадцать. Двенадцать. Двадцать. Двадцать. я учусь недавно подписан на вас я сразу поломалась пусть и есть кто с тобой делает их немного но они есть сам для вторая вечерняя тренировка сделана не только в прессе вечерняя тренировка прямо реально ускоряет обмен на счастье одна тренировка это хорошо а вот он не в курсе что я прикалываюсь на него и вода под сразу пробивает слушайте понимаете если не подкалывает друг друга не ржай друг на друга а как жить что как два вот культурно культурных человека мама иди-то нахер я не буду так жить в таком ужасном мире культура я еще ни разу не пробовал могут сделать и неправильно делать вместе с вами на странице и работаем право влево постараемся сделать я не знаю поскольку могут подействовать еще сейчас будет супер трюк на давай он с тобой делают так смотрите кто-то на локоть какие-то телодвижения у страны мам может и просто не гибкая у нас хорошо попадает попадает мой мне хотят передать вареньку а напишите алексей он расскажет как передать вареньку а если я манник только что сделала что сделать чтобы его сжечь с манника пойти пешком мася рома кола рулит не я ром чистогану пью я не очень люблю кросса надо а кросса он видите все встает а неплохо выходит давайте-ка повторим бочками еще раз нога снизу ставить вперед которая нижняя вперед ну ка целодвижения такие забавные да так как это попочка у нас получается вот так делает и оп оп стопе больно да без кроссовок прям больно куда полетите отдыхать сушь тяфиг знает куда мы попа пойдем я не знаю еще пока но что-то в москве так как грустно так и грустно что и не знаю хочется опять кот на солнышко смотрите просто тупо одно лицо косточку здесь и вот они это косточка там торчит как качнуть попу то что зайдите на фитнес массе у меня там целую кучу всего куда планируете отдыхать пока еще не решали честно как вес на грудь какой вес на грудь рабочие не работаем грудью жопы работаем так мальчика как настроить дай пока на себя переведу а вы что не видите как вы у мальчика охилительное настроение что там есть они все лохматые ну это фиг с ним проезжаете в армению персики есть армянские говорят вкусно зина рыбу есть я не очень люблю рыбу вот почему не пьет как это он смотрите где он там хребает во все пьет зинка у нее там все под контролем это не то что я но мама тогда сидите дома понимаешь что я же не сказала что я больше никогда не пью нет я не прощу эти сразу чемодан соберу до второго раза даже не не дай мне нет и неправильно опять параллель не 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 уходим на следующий фон идите мама знаете чемоданом он активно будет стали вы понимаете разницу в наколках и в татуировках вот погугли активная планка пошла 1 2 3 4 5 привет из Брянска привет 6 нам зовутся какой-нибудь салатик с креветками слышите окей авокадо вкусно сейчас она нам как раз завтра должны авокадо привезти сделаем вкусненький салатик 11 12 так 13 14 в деревню привет какую деревню вот у меня например бабушка с дедушкой жили в деревне бараново она так и называлась это подождите как он район там зал 6 помню пух пух пухновский район не помню ну красивая деревня была отдыхая отдыхаем отдыхаем дышим зиночка дышит да конечно наперсу на морском воздухе поляши с они старательны да у нас дыши 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 сейчас будет боковая по 20 давайте девчонки те кто сейчас с ними с ним делает это тоже дышите мася привет привет поехали поехали где игор игор работает живет все хорошо у него зина молодец у андрюха мася вы разрешаете обнимать вас подписчикам да всем ногах надо похудеть жирные вы же не можете похудеть где-то в одном месте худеется все музыка класса то что в ю тубе как он нашла такой включил барнаул с вами дышит и планку делать капкай молодец воскресенье поднять жопу когда работаешь на пресс желательно воду не пить что за чушь как это так вам кто такое сказал а пресс это что не мышца не тренировка то есть если вы будете сейчас качать пресс вы сейчас не будете пить могут из рубобокса выступать туда мася вам переда вам передавать вареньку да конечно я люблю малиновую клубничную вишневую и сливовую вот так не передавайте вареньку не передавайте вареньку девчонки с тобой в субботу не вкрыться сами не могут почему все могут мне уже все все сейчас я им позвоню потом я тебе передавлят не смогут да пошел ты сиди дома тогда читай нам культурную литературу там пей лимон ну вот и читай итальянский хочет и итальянскую книжку куплю мы вам совсем что ли с ума сошел у нас на тусе уезжать на три месяца вам какая видеосвязь хорошо давай встретимся культурненькая а мы культурно нет мы культурно мам ну какие детокс коктейля сельдерей с мятой мам мы тебе сделаем сельдерей коктейль клизму тебе поставим вы себе поставьте а я вас буду смешить кто первый не выдержал тот и слизняк нет мы с натусиком маринка настойка а мы с натусиком авокадо поедим я не сказала что ты не будешь пить мам ты сказала что мам я все поняла что больше с алкоголем это заупить я не буду ну так я в тот день я не против что ты можешь выпивать но это должно быть 50-100 граммов а ты же не будешь пить 100 граммов нет а зачем ты тогда обещал мне плохо дальше буду бухать пока не сдохну как тварь мам так кто тебе сказал я обещаю торжественно клянусь что никогда больше я такого не говорила у меня есть видео я больше пить не буду я понимаю что это зло я исправляюсь было такое да все выходит на 15 раз активно сколько подходов в планке начинающего сколько сможете опять иди на просыпание с ней вот так вот всегда у меня ничего не просыпается ты обещала нет смотри сдерживаю обещание нет а что я не сдерживаю обещание я вообще вот смотрите сколько хорошее два дня какие два дня последний день мы уезжали ну мы уезжали пятого ну четвертого запрещено так ходило третьего сегодня седьмое поехали 15 раз два три туда и шлю все четыре именно вот сюда в самый эпицентр пять шесть семь а решать не значит жениться вот я точно уговорю восемь девять десять он не сможет исправить осанку в детстве не смогли а алкаши всегда найдут все оправдания шесть шесть unda ой женщины народ не постоянно нам верить на слова нельзя но но когда вам председат вы все обижаетесь потом дружно ну что это не женщина это человек а у человека есть одно слово либо нет а потом мне надо в наших активе так ответиться А почему ты улыбаешься Я всегда улыбаюсь, как китайцы Да Но это ничего не значит, что он улыбается О, это да Не Зиночка просыпается, а мамка Да, прям ужасно Как все? Уже? У меня 15, 20 Буховая 15, 20 И еще раз 15 6 планок Все рублей Сидит, как видите Как пахан, давай слезай Да какой пахан, сама ты пахан Я сижу такая вся, видишь, у меня там Медитация там Мастер, по твоему мнению У кого больше похож на папу или на маму? Кто? Я А он смеется, но больше на маму Еще давай, Сашка, слушайте, сегодня пятерочки хватит У меня сегодня еще будет тяжелый присед И я в зале там умотался По самому я не боюсь Потихонечку сейчас будем, да Ну шесть подходов Просто вот эта вот боковая Её нужно делать в обуви Без обуви прям очень больно и очень некомфортно В туру полной со мной Середжа Поэтому я буду делать, наверное, как и прежде То есть 15 активной, 20,ies боковой И таких по три подхода и того шесть У меня тут удобно делать Рост у меня 182. Где это буду сделать? Тут? Я сначала сюда. Зимное настроение портит как бабка активная, старая. Я не хочу вас обидеть, поэтому я вам ничего не скажу по этому поводу. Саша, передай привет. В Нижний Новгород люди ждут. С удовольствием передал. Хочу горячий круассан. А я знаете, я от сладкого практически отвык. Я не дам, можно отвыкнуть от сладкого. Легко. Давненько не делали прямой эфир, но как бы 5 раз за неделю было. Саша, что ты с осанкой? А что с ней не так? Мася, фигурка, шик у тебя. Я с Масей тренируюсь. По 20 раз делаю. Так, Мася делает по 20. Я пью за Масю. Без Альберта скучно, офигеть. То есть, чтобы вам было весело, что Масе на здоровье, что ли, пихать? Нет, нифига. Сейчас вообще инстаграм закрою, не выпущу ее никуда. Чего? Будешь дома у меня, если крапиву по попе на луплю, будешь мне кричать, мамка, я больше не буду, все поняла. Тебе просто не лупили в детстве крапивы. Поэтому ты выросла. Если ты меня путеран с крапивкой, тебе сразу труба. Я твой мам, на меня жаловаться нельзя. К солярию как относимся? Существует не как. Солярия это только один вид излучения, ультрафиолетовая, а его перебор ведет к очень нехорошим последствиям. Почему была планка вечером? Ну, потому что на отдыхе мы в 10 утра можем себе позволить, хотя в Москве мы делаем это вечером всегда. Мася, страня, супер. Лук с мороженым стоит? Попробуй, смотри, лук приготовить. Фу! Это очень сильно. Что за зарядка? Слушайте, как что за зарядка? Обычная нормальная тренировка. Все же приходят обычно домой, думаю, вообще не двигаются. До этого не двигались в офисе, где бы там люди практически не работали. Единственное, кто двигается, это не знаю, курьеры, я не знаю, спасатели. Все остальные же сидят. То в машине, то на стуле, то в лифте, то в транспорте. Поэтому чем больше вы двигаетесь, тем больше ваш организм будет чувствовать себя лучше и лучше. Мася, не надо, Альберт, ты и так крутая. Когда будут поминки по Альберту? Вот, как поминки по Альберту, план хороший. Давайте в субботу их сделаем. Будем поминать Альберта, потеряем Альберта, да? Альберт, ну на собственных поминках как там? Я, сука, бессмертный. Почему мы не показываем родителей Мася? А что, обязаны, что ли? Мася по попке крапивой. Построже с Мася, видимо, обнимки с унитазом ему ничего не научили. Ром рулит, мы с мужем отдыхаем. У тебя просто муж неправильный, Мася. У меня есть муж. А я что? Мамка. Ты что, старое дело, что ли, с матерью живешь? Да. То есть я тебе, значит, не муж, да? А в фанкварте написано, что я тебе муж. Что, правда? Да. Они ошиблись. То есть все, значит, ты свободная женщина, значит? Что, блядь? Да я считаю, не крапивка, я охреначу. Я тебе сейчас самый метой буду здесь бить. Как ты жопа. Как вы кушаете, не толстеете? Так вот, мы вам прям показываем, как мы кушаем, не толстеете. Мася, ты мне вот вазу, пожалуйста, вот эту не ударь. Она, между прочим, стоит 8 тысяч. Фух. Как вам отель Адама Ела, так показали все. Нам очень охренительный был отпуск, наверное, лучший отпуск за последний год. Было очень классно. Прямо и потусили, и потанцевали, и даже я, и вообще было прикольно. Все, смотрите, все, в силу собираемся после вас. Да, вот видите, мы везде делаем обзорку. Смотрите, у меня на YouTube-канале. Мы показали весь Адаму Ела, Сеулу показали. Вот, ребята уже собираются. Прикольно. Передавайте Сеулу привет. Нам тоже этот город очень понравился. Я думаю, мы туда еще попадем. Мастер, что решила с Блондом? Ты на когда записалась? На пятницу. На пятницу записалась. Подскажите, еще вредно ли есть ночью? Мужа никак не могу отучить. Слушайте, если мужчина не худеет, то можно. Я, на самом деле, практически 20 лет, последних всегда ел ночью. Сейчас ночью перестал есть, но обязательно просыпаюсь, пью водичку с лимоном. Это факт. Так, зачем ты себя как девушка ведешь, ногти красят, голубой что ли? Да, голубой. Видишь, у меня он братан, он тоже голубой. Я не знаю, как ответить. То есть, вот у меня сразу хочется узнать. А ты много голубых в своих жизни видел? Вот скажи, сколько у тебя друзей голубых? Нету? А знакомых голубых? То есть, если у тебя нету ни друзей, ни знакомых голубых, то в голубых ты не разбираешься. Потому что, если ты разбирался был в голубых, знал бы, что голубые не красят ногти. Тогда получается, значит, я не голубой. Но это, видно, очень трудная логика и до вас не сразу дойдет. Так. Сколько стоит такой отдых в долларах, ребята? Ребята, все очень просто. Смотрите, пожалуйста, у туроператоров. Привет из-за дамы Ева. Привет, дорогие. Раньше там вечеринка будет. Так. Вы классная пара, очень хорошо выглядите, дополняете друг друга. Когда следующий марафон? Мы об этом объявим вам в конце июля. Я думаю, что следующий марафон у нас будет в сентябре. Почему она так грубо с тобой разговаривает? То за маму тебя принимает, то из дома выгоняет. Ну, видите ли, я ее воспитываю всего пятый год. А до меня ее воспитывал кто-то другой. Поэтому вырос такой вот не очень добрый человек. Не очень воспитанный. Вы моих родителей видели? Вот мама с папой меня воспитывали, а она, видимо, росла сама. А когда человек растет сам, он, знаете, он такой ершистый. Но это не значит, что Маська плохая. Она просто вот такая вот. Так. У вас квартира своя в Москве? Нет. Я так безнадежно инвестиции не вкладываю. Ну, у Сиски Мася подходит. Так уже год уже, как у Мася, не я. Саша, на ПП пропаренный рис, смотря какой рис. В небольшом количестве, в общем, проблем нет. Основная же тема при любом ППшке – это дефицит калорий. Вообще, рис не самый лучший вариант, если только он не дикий. И лучше, конечно, наверное, в этом плане киноа, греча. Да, Маське Блон-то лучше, согласен. Саша, передай привет Чаваксарам. Привет, дорогие. Что сделали с кофе, который привозили с поездок? Режит, ничего с ним не происходит. Гости к нам приходят. И, соответственно, мы угощаем их вкусным кофе. Вы с Масей вообще не ссоритесь? Кстати, что с ней ссорится? Она сразу говорит, чемодан тебе дам и все. Без перспективняк с ней ссориться. Так, Маська молодец. Так, вы купили Самсунг здесь, как он вам понравился. Слушайте, да, все великолепно работает, все хорошо. Не ссорьтесь, не расстраивайте своих подписчиков. Да, разве мы ссоримся? Если вам не нравится пара, Саша, пожалуйста, отпишитесь. Так, привет с Белоруссии, из Речицы. Привет, привет. Да-да-да-да. На куче из тела будет марафон, как всегда. Марафон у нас идет на все части тела. Ну, понятно, что, опять, вот это, смотрите, такое вот легкое заблуждение. Все говорят, ой, мне надо подсушить ручки, или мне надо подсушить пресс. От того, что вы прокачиваете пресс, пресс не подсыхает. Все идет от дефицита калорий. А чтобы появился дефицит калорий, вы должны тратить больше калорий. Многие делают противопечную ошибку, начинают очень мало есть. Меньше есть, конечно же, нужно. Но если вы совсем уменьшаете еду, обмен еще замедляется, и худеть вы не будете. Самый главный, тонус не придет никакой. Да, поэтому самая задача, это сделать дефицит калорий. Больше всего калорий тратят именно ножки. Это самая крупная мышечная группа в организме. Вот. И мы стараемся их не перекачивать, работая вот на таких вот махах. И подключая также остальные части тела. Поэтому 60-70% должно гореть за счет ножек. Собственно, все просто вот так вот. Так, что у нас еще? Думаете ли вы о рождении детей? Нет, мы не думаем. Саша, как убрать животик? Думаем пресс накачать. Так, животик убрать или пресс накачать? Еще раз повторю, самое большое заблуждение. Все пытаются качать пресс, чтобы у вас появилась узкая талия и кубики. Нет. В этом так ничего не получится. Во-первых, надо полностью скоррестировать питание. Мы даже говорим не о правильном питании, а о правильно сбалансированном питании. Потому что под поводу правильного питания целая куча мифов ходит. Кто-то там на кефирчике сидит и считает, что он на правильном питании. Более вредного питания трудно себе придумать. Так. Что у нас дальше идет? Телефон у меня просто что-то барахлит. Саша, кому надо написать про варенье? Администратору Алексею. Если солярие так вредно, зачем вы его рекламировали? Господи, боже мой. Вы в курсе, что, допустим, в Петербурге бывают моменты, когда два месяца нету солнца? А организму необходимо так или иначе хоть какой-то прогрев витамин D и солярий в этом плане. Как и в детстве, когда у нас были у родителей утраспиолетовые лампы. В небольшом случае на 3-5 минут, раз-два в неделю, если солнце отсутствует, а я живу за полярным кругом. Просто необходимо. Но, видимо, вам это не вдомек. Так. Саша, номер резинки. Мастер всегда работает на среднем номере. Так что вот так вот. Привет, с Украины. Кривой Рог. Привет. Так. Сколько вам лет? Достаточно. Саша, скутки познания в спорте. Так я 17 лет работал тренером и реабилитологом. Выборг. Привет. Саня, как насчет шпагата? Слушайте, я сидел на шпагате, но это было крайне недолго. Растяжка всегда была хорошая. Хоккейк всегда в голову прилетал. Но это было раньше. А сейчас, я думаю, что если потренироваться недельки-две, то, в общем-то, сантиметров 10-15 до шпагата будет. Этого более чем достаточно. Вот. В этом году поедете еще на море? Да, не раз. Вредная ли процедура липосакция? Ну, это не процедура, а операция. Любая операция, она имеет свои последствия. Но вам уже решать, нужно вам это или нет. Так, что еще у нас? Что стоит исключить из рациона, чтобы стал уходить вес? Лишние соли. Однозначно сахар нужно исключить. И постараться добавить больше овощей. Сильно не перебарщивать с белком. Очень большая проблема у всех, кто более-менее уже в спорте, что они боятся уменьшить количество белка. И вот именно с белком тоже наступают большие проблемы. Молочку, да, уберите. Тоже, мать абсолютно права в этом плане. Так, что у нас? Слушай, почему-то все время он мне пишет, как будто я должен что-то написать в Инстаграм. Хотелось бы с вами посотрудничать, как это можно сделать? Все через Алексея. Все пишите, с удовольствием он вам ответит. Привет! С Питера живу. В Юнтово жалко, что вы переехали. Но мы переезжаем туда время от времени, так что не переживайте. Кабардино-Балкария передает привет. Чита, всем привет. Так. Взащитивное упражнение для четырехглавой мышцы бедра. Спасибо. Супер сета, разгибания, приседания, разгибания, жим. Какие мышцы работают при планке? Почти все мышцы работают. Прямые мышцы живота, косые мышцы живота. Это практически все мышцы спины работают. Круглая трапеция, столбы, дельта. Не знаю, что у нас еще работает в этом плане. Мышцы шеи работают. Ноги. Все работает. Полезны ли протеиновые батончики? Так, тоже непонятный расклад. Есть недостаток белка и есть какие-то моменты, вот допустим, вечером. Меня вчера вечером просто сносило крышу, как хотелось, что-то сладкого. Я съел полтора протеинового батончика, выпил грамм 400 воды и прямо меня отпустило. Стало все кайфово. То есть, это такая определенная замена, когда мы летим в самолетах, где-то в течение дня, когда мы сидим на маникюре или еще где-то. То есть, в общем-то, на каких-то встречах, когда мы чувствуем, что мы поели, а прям хочется сладкого. Мастя, будет готовить торт из крекеров? Он сказал, не готовить. Подписалась ли на вас? Не могу отлипнуть. Ой, добро пожаловать. Смотрите, у нас много чего интересного. Можно спросить, как зарабатывать на Инстаграме. Ну, это все очень просто. Это можно сделать абсолютно любой человек. Вы создаете свой контент. Контент становится интересен для многих тысяч, сотен, тысяч, чем вы будете, миллионов подписчиков. И потихонечку у вас появляется блога цивилизации в виде того, что вас приглашают на разные мероприятия, рестораны, отели и прочее. И можно на этом как-то зарабатывать или, по крайней мере, не тратиться на такие мероприятия. Что это дает? Это дает возможность жить более красиво, интересно и насыщенно жизнью. Если вы можете делать какие-то интересные влоги и будете интересны для своих подписчиков. Так, Самара, Мурманск. Привет, мои дорогие. Так. Классный эфир, фигура крутая, да. У меня ноги худеют в последнюю очередь. Что делать не так? Есть слабые генетические зоны. У кого-то это спасательный круг, то есть около живота. У кого-то это прямо холка около шеи. У кого-то жирная попа. У кого-то жирные ляжки. У кого-то отечные икры. Совсем у меня. Порвалось? Блин, вы сегодня присутствовали при легендарном. Ну, бери другую резинку. Сколько белка на килограмм веса нужно при тренировке? Слушайте, мы отошли от большого количества белка. И у нас сейчас примерно, наверное, грамм на килограмм веса. А может быть, даже 0,8 грамм. Этого вполне хватает. Саша, как подкачать руки? Хочется, чтобы похудели. Стоп. Смотрите, давайте разберем, что вы написали. Подкачать. Подкачка – это увеличение руки за счет массы мышц. Хочется, чтобы они похудели. Похудеть – это значит, что вы хотите убрать жир. Набрать мышцы и сжечь жир – это не одно и то же. И в этом типичная ошибка всех рассуждений. Донецк, привет. В какой город Беларуси вы приедете? Это мы сообщим. Вопрос, где купить бурый рис? Слушайте, в магазинах он не бурый, он «Дикий рис» называется. Дикий рис, смотрите, он есть у всех фильм, даже у Минстраля. Так. Упражнение для рук, чтобы не болтались, как у бабушки. Смотрите, у Масси есть канал «Фитнес Масси». Вы вообще в курсе, что у нас на самом деле 7 страничек в Инстаграм? У нас вот Масси на странице есть, ее знаете. Есть моя страничка, вы ее знаете. Есть Саша Масси Лайф. Посмотрите, все в наших подписках. Вот вы зайдите ко мне и посмотрите, на кого я подписан. Это все наши страницы. И, соответственно, вы можете с радостью зайти к Масси на «Фитнес Масси». И там все только о спорте. Там нет шуток, там нет еды. Там все о тренировках, о питании, о месячных, о соли, о молочке. В общем-то, все ответы на все вопросы. Почему мы им порой так и не отвечаем уже на некоторые вопросы? Потому что кто хочет, тот обязательно зайдет и все увидит. Гатчина, привет. Наши дорогие Саша Масси, по случаю хочу вам сказать, что вы самые искренние, лучшие и любимые. Очень вас любим. Массеньки и Сашки, привет из Минска. Минск, ура! Очень приятно. Очень приятно. И спасибо. Привет, Казани. Казань, привет. У нас есть планы по поводу Чебоксары, Казани. Но это сейчас вот наши друзья, которые все это согласовывают. Пока согласовывают. Так что, меняемся планами, да? Да все, я просто немножко пресс и все. У Массеньки есть пресс для тех, у кого есть грыжа. Вот этот пресс абсолютно подходит, запомните. Его можно делать практически всем. Я так его называю марш. Видите? То есть, если вдруг мы подумаем, что она идет вверх по лунной дорожке, то вот получается такое вот движение. То есть, мы сокращаем вверх и в самом конце приподнимаем ножки невысоко сантиметров на 20. И помним, что мы не дергаем шею, мы не тянем голову руками. Мы просто сокращаем пресс. Алмата, привет. Упражнение после беременности. Вот как раз Массенька вам показывает. Из Латвии, привет. Казахстан, Джамбул, привет. Тольятти, привет, привет, дорогие. Вы не будете кушать сегодня так? Мы будем сегодня кушать, и еще не раз, а, наверное, в целых два раза. У меня, допустим, на вечер сейчас есть. Вот, я сейчас пока Массика работает, покажу, что у меня есть. У меня вот есть четыре перепиленных яйца. И я, наверное, буду есть еще сориные яйца. И у меня будет еще капустный салатик. Так. Как можно убрать живот после беременности? Так, девочки, показываем все, как это можно сделать. Вот, Массня как раз показывает. Сейчас она еще парочку подходов сделает. На самом деле, так же пресс требует 10 минут в день. У кого, кто готов, и у кого нет проблем, можно делать планку, как я показал вначале. У кого есть проблемы, или у кого пресс еще слабенький, вы можете делать вот такое движение. Про вакуум тоже есть у Масси упражнение на фитнес-Массе. Так оно называется, фитнес-Массе. Если не знаете, как правильно пишется, заходите в подписки и смотрите. Садь, будем еще планку делать? Будем, но не сегодня. Все, сегодня же все сделано. Саша, у тебя вокруг глаз татуаж? Да. Как убрать жир с рук? На все вопросы, которые вы сейчас задали, есть ответы на фитнес-Массе. Не поленитесь, потратите 10-15 минут своего времени и посмотрите, там есть практически все ответы. Саша, почему вы не вызываете животных? Потому что животные, они требуют огромного-огромного внимания и любви, как и дети. А мы, собственно, посвящаемся в свободное время себе. Масси сделал круг, по-моему, сколько у тебя было? Четыре круга, да? Ну, да. Четыре круга, и сейчас у нее пресс. Сколько? Тоже, наверное, четыре. Саша, потеряли сознание, с чем может быть связано давление, может быть, то, что стало меньше тренироваться. Это может быть связано с работой сосудов, это может быть связано, надо проверить сосудами головы, для этого стоит сделать МРТ, чтобы проверить, что с ними происходит. Это может быть связано с уровнем сахара, ну, и это может быть связано еще со стеопатией, с тем, что у вас может где-то пережимать и нарушаться кровоснабжение головного мозга. Вот, собственно, наверное, так. Я терял сознание всего несколько раз, и это было… Один раз я терял сознание. Два. Один раз терял, когда в школе все прикалывались с удушениями, вот, причем на мне много пытались ставить опытов, но я только один раз потерял сознание. И второй раз я потерял сознание после самой своей большой операции, когда я менял свое лицо. Вот, у меня была большая кровопотеря, и, соответственно, я тогда потерял сознание. Почему тогда говорят, что было ужасно, когда я пишу комментарии вам? Ну, есть люди, которые нас любят, есть люди, которые нас не любят. Это обратная сторона популярности. Это означает, что мы, в общем, очень известны, популярны, а это кому-то не нравится, так что пусть пишут. Так, Казахстан. Привет. С Васильевского острова. Привет. Благовещенск. Привет, привет, привет. Так. Музынчик классный, да. Киев нам передает привет, нас ждут, мы с удовольствием. Но с Киева пока никаких интересных предложений не поступало. Вы классный, думал, что вы не такие, по внешности делал выводы, теперь оторваться не могу. Ну да. Я делал это видео, но почему-то на ютубе оно не сильно зашло. Люди пытаются по внешности оценить девочку, пытаются оценить мужчину. Из этого происходят самые большие глобальные ошибки в мире. Допустим, почему говорят, что красивые девушки, это, как правило, несчастные девушки. Потому что все пытаются видеть их красоту, и никто не пытается увидеть их настоящую красоту духовного мира. Все пытаются увидеть только их ножки, носик, губки, не знаю, что, сиськи. И это большая проблема. То же самое и со всем остальным. Женщина выбирает мужчину по брутальности, по носу, по осанке, по высоте, по мускулатуре, не понимая, что самое ценное качество мужчине и женщине – это только мозг. Все остальное можно сделать, переделать и приобрести. Так, Пермский край, Астрахань, Воронеж, все приедут, передают и Лениногорск. Как убрать коленки? Так же, тренировками, дорогие мои, и правильными питаниями. Лежа на диване, их не уберешь. Саша на жестком ПП? Ну, практически. Месяц назад снял гипс с руки, когда можно будет возобновлять тренировки. Это вам лечащий врач скажет, потихонечку, теоретически вы можете возобновлять тренировки. Опять же, гипс на руке уже снят, это вам абсолютно не мешает включать кардио, разрабатывать потихонечку руку, сжимать мячик, легкие эспандеры. В общем-то, тренировки наоборот необходимы. А не если вообще проблем нет? Да. Вы про ноги не захочет, что делать с генетически слабыми зонами? Долбать их, долбать их на каждой тренировке. Есть целая куча упражнений, вот Мася сейчас сделала, которые не раскачивают ноги, но при этом приводят мышцы в тонус и сжигают весь лишний жирок. Это махи вперед, в сторону, назад, смотрите все на фитнес-массе. Я не закончил, потому что я еще раз повторю, на фитнес-массе уже давно есть вся информация, снятые ролики на все ваши вопросы. Где массивные родители? Ребята, если вы будете задавать такое количество вопросов по поводу массивных родителей, ответа все равно не поступит. Я уже ответил не один раз. Так, на фитнес-массе есть про кето? Нет, с кето-диетой мы не знакомы, я не могу по поводу этого ничего сказать, я на себе и не пробовал. Упражнение при диастазе. Тоже мы уже рассказывали, диастаз к диастазу рознь. Есть диастаз маленький, соответственно, где защемления сильного не будет. В этом случае вот такие упражнения, которые делает мастер для пресса, они могут быть. Есть диастаз серьезный, который нужно реально оперировать, но девчонки этого пока по каким-то причинам не делают. И здесь вероятность защемления может быть практически при любом движении, также и при этом. Это уже решает хирург. Когда вы приходите к хирургу, говорите, вот у меня диастаз. Он говорит, да, у вас диастаз. А вы скажите, я вот такое упражнение могу делать? Он скажет, вы что, с ума сошли? Нет, нельзя. А вот такое могу делать? А вот такое можете делать? Ну и, соответственно, у вас будет ответ от профессионала, а не от Саши Шпак. Так, молодцы, тренируетесь, я пришел с работы и объелась. Я верю, с работы, когда приходишь, хочешь объелся. Но можно поставить будильник и часика через полтора, хотя бы на 10-12 минут, стать, потренироваться. Вот так нельзя, если я подвину. Сам подвину. Спасибо. Так. Так же, Жужужу. Сашенька, можно ли ходьбой на беговой дорожке, сперкировать чигуру и похудеть в области живота и бедра? Да. Любое кардио сюда пойдет на помощь. Жир будет уходить, так или иначе. Так. Как набрать вес и увеличить количество калорий, потребляемых в течение дня, в течение недели и в протяжении месяца? Красногорск, Приднестровье, Омск придает приедет, Армения, дорогие, приедет. За 3 месяца на одном бутылеске, ну, 11 килограмм. Вполне могу поверить. Можно ли бы ходить только при ходе двухчасовой? Можно. Вы забываете, что раньше, на самом деле, в прежние времена люди ходили, ходили из деревни в деревню, ходили на сенокос. На сенокосе вы представляете, какое кардио? То есть, ты с косой 10 часов фигачишь право-лево, право-лево, право-лево. Такой кардио сегодня практически никому из наших современных людей не доступно, так или иначе. Так. Когда в Брянск? Не знаю. Почему такой вопрос? Казань, Минск. Всем привет. Передает. Так. Блеть. Грибы на телефон. Хочется пролистнуть комментарий. Знаете, что он делает? А он мне дает возможность, как будто я собираюсь писать вам комментарий здесь. Так. Понимал, что ходьбой в уклон прокачиваю ноги и попы? Неужели реально без тренажеров это возможно? А вы видели девчонок-танцовщицы? Они не тренируются за редким исключением, но за счет танцев у всех великолепные попы и ноги. Какого минимального веса хочешь достигнуть? 98-101, скажем так. Тренируется после кесарева, в зависимости, как это кесарево прошло. Кесарева, кесарево-уродин. Вот. Поэтому все зависит от самоощущения, как это происходит, как это было сшито, что было нарушено при этой операции. Почему я ем одни углеводы и не худею? Потому что вы едите одни углеводы, а мы говорим о сбалансированном питании. Где жиры, где белки, какая калорина, если вы так и не ответили на этот вопрос. Мальдивы, привет. Дайвинг. Почему я не увлекаюсь, столько путешествий, дайвинга нету. Мне некомфортно дышать ртом. И я не люблю такие вот моменты. Розы шикарные без повода. Нет, нам подарили. Еще на Маське на день рождения приехали наши давние знакомые и подарили Масе великолепные розы. Так, на одном ИП не могу похудеть, вес скачет плюс-минус три килограмма. Зависит от того, едите ли вы соль, какое количество молочки у вас, как долго вы сидите на ПП. И что значит ПП? ПП многие считают, что они поставили все тысячу калорий и едят правильно. Но тем самым губят свой собственный обмен на веществ, не понимая, что это ни хрена не ПП. А правильные продукты можно тоже использовать неправильно. Мурманску передавал привет. Передам еще раз удовольствием. Какую следующую страну собираетесь встиг, пока не знаю. Но однозначно в этом году мы еще пару раз выберемся куда-нибудь отдохнуть. Я обиделась на вас. И я хоть и очень люблю вас, я вам пишу, а вы не отвечаете. Даже приветик не можете передать. Классный комментарий. Нас смотрит полтора тысячи человек. И почти каждый старается мне написать. Так что по теории вероятности на все вопросы я ответить не смогу. Количество калорий, которое мы сейчас употребляем, наверное, равно 1600. Где-то так. Саша, почему ты Масе не даришь ничего, кроме себя? У вас неправильные по этому поводу сведения. Просто мы не афишируем то, что я дарю Масе. И это как бы не вас касается, а нас. Как вы относитесь к негативу к вам? А я его сильно не вижу. Все, кому что-то не нравится, сразу у меня идут на выход. Так что я живу в своем маленьком, комфортном, уютном мирке. А в живом мире все, кто пытается написать мне здесь гадности, засовывают себе язык глубоко в рот и ничего не говорят. Собственно, вот так вот. Козий творог кушаете? Тоже не кушаем. Козий сыр кушаем. Мы 30-50 граммовочки в день позволяем. Дорогие мои, потихонечку с вами прощаюсь. У нас 43 минуты тренировки прошло. Я с вами поболтал. Ну и до встречи. Не знаю, завтра я скажу, будет ли у нас планка завтра, но в ближайшие пару дней она точно у нас будет. Все, волосы отросли. Да, и я прямо красавчик. Противные спортивные стоят и принимаю спасибо. Если у вас нехватка белка, то стоит, а если белка хватает, то нет.